Студио Экспенд представляет Фильм Жан-Мари Пельта и Жан-Пьера Кьюни Чудеса растений Скажи мне, где ты живешь? Растения различаются в зависимости от места обитания. Возьмем Центрантус Рубер, красный валариум. Кажется, что ему вовсе не важно, где расти. Вдоль шассе или в трещинах старых каменных замков. Историческое соседство, которое мало чем полезно растению. Еще один обитатель неприветливых мест. Обычное растение в необычном месте. Растет на пятачке земли между двумя скалами. Этот цветок растет не у подножия стены, а в самой стене. Настоящие, в прямом смысле, настенные цветы любят уединение. Папортники – обитатели стен. Умбиликус бупеструс. В переводе название весьма необычно. Пупок на камнях. Это из-за изящной формы листьев и их влажной поверхности. Еще одно растение скалолаз – брасика алирацея. Родственница обыкновенной капусты. Посмотрите туда. Утес обваливается. Каждый год отступает примерно на 45 сантиметров. И растению приходится перемещать свои корни. Ростки оккультуренной капусты, цветной, огородной или брюссельской не смогли бы выжить в таких условиях. Большинство растений не может расти на скалах и в трещинах. Те, кто выживает среди камней, неизбежно погибли бы на песчаных дюнах. Чем больше песка приносится ветром, тем выше карабкается растение. При этом растение скрепляет песок корнями. Чем выше поднимается растение, тем выше становится дюна. Этот представитель семейства осок растет у верхней отметки уровня прилива, который постоянно стремится смыть песок в море. Растение же пытается удержаться и сохранить пляж. На любом пляже это растение формирует своего рода кромку и оберегает землю от эрозии. Тяжелый, но очень полезный труд. На побережье есть и другие растения. Левкое, Ромашки, Чертополох и множество других. ХОЛИПЕНИЕ КОНЕЦ Растение получает так много соли из окружающей почвы, что вынуждено выделять кристаллы соли из листьев. А здесь противоположная проблема. Венерина мухоловка. Растет в местах, где нет минералов, нет азота, поэтому растение обзавелось ловушкой для мух. Ловушка захлопывается, когда насекомое дотрагивается до его чувствительных шипов. Она захлопывается автоматически. Посмотрите на эту каплю росы. В болотах, в теплых и влажных тропиках произрастают сотни видов насекомоядных растений. Они убивают свои жертвы с помощью вещества, похожего на росу. Капельки, которые привлекли муравья, отражают солнечный свет, как росинки. Однако имеют клейкую текстуру и содержат пищеварительные соки. Платоядным растениям необходимо опыление, как и всем остальным. Им нужно привлечь опылителей. Но как привлечь насекомое и при этом не убить его? Потребность – мать изобретательности. Цветок расположен как можно выше над ловушкой, и насекомое распознает отличительную окраску растения. Ниже находится орудие убийства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Листья привлекают насекомых сладкими, сверкающими каплями. Насекомое скользит и падает в другую жидкость, содержащую пищеварительные соки. Если насекомое попытается выбраться, жесткие волоски сбросят его вниз. Здесь оса, как рыба в сетях. А вот нечто необычное. Личинки комара приспособились жить в этой жидкости, не перевариваясь. СМЕНА ОБСТАНОВКИ СМЕНА ОБСТАНОВКИ Сейшельские острова в Индийском океане. Это ботаническая экспедиция. Ее цель – одно из редчайших насекомоядных растений в мире – непентес. Эпифитное растение, которое обитает на ветвях деревьев. Оно пускает корни в островки гумуса, которые можно найти в трещинах на коре дерева. Скудные условия. Этот вид непентеса произрастает только в двух местах на этом острове. Его чашечка имеет что-то вроде огромной крышки, которая защищает пищеварительный сок от попадания дождевой воды. Жидкость похожа на подслащенный нектар, слегка подкисленный желудочными соками, очень похожими на человеческие. Чашечка выступает в роли желудка. Мы находимся в устье реки Дунай в Европе. Сначала плотоядные охотники, теперь плотоядные рыболовы. Чтобы привлечь опылителей, они распускают красивые желтые цветки на поверхности воды. Чтобы добыть пищу, они ловят рыбу с помощью цветоножек, похожих на маленькие пузырьки. Именно поэтому они и называются пузырчатками. Эти прозрачные пузырьки меньше булавочной головки. Внутри них находится вода и вакуум, создающий небольшую разницу в давлении относительно воды снаружи, определенной прозрачной дверцей, обрамленной по краям чувствительными волосками. Когда животное контактирует с одним из них, дверца открывается, жертва затягивается внутрь и переваривается энзимами. В том же устье Дунай в пресной чистой воде отмелей произрастает удивительное растение. Валеснерия Названа по имени итальянского натуралиста, жившего 250 лет назад. Очаровательное подводное растение. Женское растение Женское растение с одной стороны, мужское с другой. Оба на дне водоема. Как размножаться? Действия переносятся на поверхность. Женское растение распускает цветок на длинной цветоножке, прочно соединенной с растением внизу. Оказавшись над водой, цветок распускается и ждет действий со стороны мужской валеснерии. У него нет стебля, чтобы подняться наверх. Однако, есть в запасе другие средства. Мужские цветки заключены в почке, которые всплывают наверх в пузырьках. Вроде бы все в порядке. Но, постойте. Когда они достигают поверхности, большую часть мужских цветков проглатывает рыба. Выжившие распускаются. И становятся похожими на плоты, доставляющие по воде груз пыльцы. Из-за того, что пыльца липкая, мужские цветки часто склеиваются, качаясь на небольших волнах, словно миниатюрные эскадры. По сравнению с женскими цветками, мужские выглядят крошечными. Женские цветки наполовину погружены в воду, что создает небольшое углубление, способствующее процессу размножения. Мужские цветки затягиваются в углубление. Женские цветки захватывают их с помощью своего рода маленьких багров. Опыленное женское растение втягивает стебель с цветком обратно, и семена возревают под водой. Это медленный цикл. На озере нет никакой спешки. Водные растения сменяют огненные растения. Их называют пирафитами. Им не страшен огонь. Эти растения восстанавливаются после пожара быстрее других. У них есть подземные корни, похожие на стебли, так называемые резоны. Каждый год они пускают новые корни под землей и новые побеги над поверхностью. Этот сосновый лес был уничтожен пожаром в прошлом году. Сапонария процветает. В народе ее называют мыльнянкой, потому что ее корни можно использовать вместо мыла. Еще один огнелюб, колокольчик, гостеприимное растение. Изящные цветки в форме колокольчиков и довольно агрессивные замашки в сфере размножения. Посмотрите, как колокольчик не дает пчеле самоопылить его. Сначала цветок выглядит мужским. Пыльца находится на его цветоножке. Пчела должна буквально прочесать его своим брюшком, чтобы добраться до нектара на дне колокольчика. На следующий день цветок открывает верхушку своего органа размножения и мужской цветок становится женским. Теперь пчела неизбежно оставит на нем часть пыльцы, принесенной с другого колокольчика. перекрестное опыление гораздо лучше самоопыления. Вот так колокольчики поддерживают сильный генотип. Еще один пожар. На этот раз в Западной Австралии. Для полупустыни пожар это естественное событие, вызванное молниями или отражением солнечного света от кристаллов песка или камня. Для местной природы пожар часть естественного распорядка, к нему приспособлены все растения и животные. Приспособлены настолько, что плоды некоторых представителей семейства эвкалиптовых не раскроются до тех пор, пока их не опалит огнем. Австралийцы называют его деревом в бумажной обложке. Его кора состоит из колец или слоев, расположенных так, что при сгорании внешних слоев внутренние остаются неповрежденными. Листья остаются зелеными. Местные кузнечики раньше тоже были зелеными, но чтобы лучше маскироваться, они имитируют цвет сгоревшего дерева. Еще одну раскраску наполовину песок, наполовину сгоревшее дерево демонстрирует этот паук. Посмотрите на этот странный цветок, представитель семейства орхидей. У него один единственный лист в форме сердца длиной в 20 сантиметров. Здесь обитает также разновидность осы, чьи самки живут под землей. У самок данного вида ос нет крыльев. В брачный период самка карабкается вверх на растение как можно выше, чтобы привлечь внимание самца. У самцов ос крылья есть. Поднявшись наверхушку, самка испускает особый запах автродизиак для самца осы. Это срабатывает. И самец прилетает на зов. Во время спаривания осы танцуют от цветка к цветку. Далее для самки следует свадебный пир в виде нектара. Это единственная возможность подкрепиться перед тем, как она вернется под землю, чтобы отложить яйца. Но какое отношение это имеет к нашей орхидее? Словно подражая самке осы, орхидея изменила свой очаровательный лепесток, характерный для всех орхидей. Он называется лабеллум, или губа. Теперь он похож на самку осы. Самец осы в полном заблуждении, потому что орхидея особыми железами вырабатывает аромат, идентичный испускаемому самкой осы. Самец подлетает ближе. Что это за запах? Он проводит расследование. Цветок демаскируется и как заправский дзюдоист использует силу осы, чтобы направить насекомое к своим органам размножение. Порция липкой пыльцы прилипает к спинке самца осы. Теперь он понесет ее, чтобы опылить еще одну из этих странных орхидей. Субтитры подогнал «Симон» Животные могут передвигаться в зависимости от сложившихся условий, а растения вынуждены адаптироваться к изменениям почвы, климата, к наличию или отсутствию того или иного хищника, или паразита, или опылителя. Растение меняет свое строение или поведение. Растение не может просто сидеть и ничего не делать. Оно вынуждено адаптироваться, чтобы выжить. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура в 2004 году. ГТРК Культура 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 Продолжение следует...